Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 16 ноября 2018 года. С вами Виктор Фурсов. Сегодня мы будем наблюдать паразитические перепончатые крылое насекомое Трихограмму. Семейство Трихограмматиде, хальцидоидные наездники над семейством хальцидоиде под микроскопом. И перед вами вот самочка Трихограммы под большим увеличением. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Самочка Трихограммы здесь не одна, тут их много. Сейчас мы увидим, как они выглядят при меньшем увеличении микроскопа. Вот мы делаем обычный зум на двойке обычного бинокуляра. А теперь мы видим, что здесь 11 экземпляров Трихограмм маленького наездника, которые на самом деле размером всего лишь 0,5 мм. Но сейчас он, благодаря зуму на 50 увеличения, увеличился до всего экрана, до половины экрана. И мы видим здесь сейчас самочку, лежащую крылышками кверху. В правую сторону головой. Видим, что это самочка. С левой стороны брюшко с яйцекладом. С правой стороны коротенькие усики и красные глаза. Почти что красные, как очень часто хорошие для исследования дрозофила. Однако Трихограмма практически в 4 раза меньше дрозофила, которую вы, может быть, увидели у себя на кухне. Трихограмму практически можно и не заметить. Настолько она мала, 0,5 мм. Чем же характеризуется Трихограмма тем, что это паразит яиц насекомых различных отрядов. Прежде всего чешуи крылых и жесткокрылых. Может заражать также яйца пилильщиков, перепончатых крылых, в стеблях и в листиках различных растений. Сейчас мы видим самочку. С правой стороны теперь брюшко с яйцекладом. С левой стороны голова и вытянутые вперед два усика. Очень коротенькие, с так называемой булавой. Вверх поднятые крылышки с изогнутой маргинальной жилкой. Изогнутые жилкования очень характерны как раз для рода Трихограмма. Мы видим, что крылья достаточно коротенькие, не очень длинные, но округлые. Они покрыты редками волосков с изогнутой жилкой, как я сказал. И помогают в полете, что очень даже достоверно наблюдается Трихограмм. Активно летает, хотя очень активно также переносится потоками воздуха. Потому что она летает как планктон, фактически в воздухе. Она активно перемещается, прыгает. Снято на видео голландским исследователям, как она прыгает. Падает на крылышки, встает, снова прыгает своими лапками. Активно перемещается в поиске яиц других насекомых, прежде всего бабочек. Поэтому Трихограмму решили использовать для того, чтобы бороться с различными чешуей и крылами. Топ-то бабочками, особенно вредителями сельского и лесного хозяйства. Для этого, оказывается, Трихограмму можно активно и достаточно легко разводить в лабораторных условиях. Предложив вот этому насекомому небольшому, трудно различимому яйцу других насекомых. Прежде всего чешуи крылых, которых тоже легко разводить. Различные виды молей. Прежде всего зерновая моль. Легко разводятся в лаборатории. И вот эти вот самки Трихограммы, которые мы сейчас наблюдаем. Два уже экземпляра с левой. В центре как раз они повернуты брюшками друг к другу. Затемненные. Наблюдаем основание крыльев у них с маргинальной жилкой. И крылышки еще покрыты бахромкой из волосков. Таким образом, если иметь яйца хозяина, на котором развивается Трихограмма, ее можно очень активно разводить. Причем и в одном яйце развивается или один экземпляр Трихограммы. В мелких яйцах, как например зерновой моле. А в крупных яйцах, например, других папочек, таких как совки, развивается по несколько экземпляров. До 10 экземпляров. А на коконопрядах до 20 экземпляров и даже больше Трихограммы внутри крупных яиц бабочек. Различные яйца бабочек заражаются различными видами Трихограммы, поскольку они имеют различную структуру, место обитания хозяина. И соответственно, отмечено, что различные виды Трихограммы более приспособлены к различным местам обитания. Гидротермическим, климатическим, в различных регионах обитают различные виды Трихограммы и заражают, как я сказал, различные виды хозяев, различные виды вредителей, разные виды Трихограммы. В лабораторных условиях, запертые в чашечке Петри, в пробирке, конечно, они будут заражать все виды практически хозяев, которые им не дать. Вот здесь, если им давали также в лабораторных условиях камушки, просто кусочки стекла, Трихограмма будет пытаться заразить даже кусочек стекла или камушек, потому что, так сказать, инстинктивно она находит округлую поверхность, ее изучает и думает, что это, возможно, появилось здесь. Есть какой-то твердый субстрат хозяина, который срочно надо изучить, тем более, что если он круглый. Вот снова видим хорошо представленный экземпляр. Самочки с красными глазами, с усиками, в правом верхнем углу, в лев вниз направленный яйцеклад. Яйцеклад коротенький, не выступающий, относительно коротенький, половину брюшка уже занимает. У некоторых видов он более длинный, частично, потому что они заражают яйца с более твердой оболочкой, однако обычно они заражают в мягком состоянии, только что свежеотложенные. Поэтому Трихограмма быстро развивается от 5 до 10 до 14 дней летом и дает несколько поколений за сезон. Тем самым Трихограмма очень легко разводится в лабораторных условиях и можно иметь большое количество таких вот самочек в лабораторных условиях. А если это делать с коммерческой целью, с целью выпуска Трихограммы в природные условия, таким же образом получается большое количество лабораторно разведенного объекта. Вот биометода Трихограммы. После чего Трихограмму как раз и выпускают в поле. Но не в виде вот такого вот сразу же имага, очень часто готовят сначала яйца хозяина, в которых внутри развивается Трихограмма. И в тот самый момент желательно пронаблюдать момент вылупления Трихограммы из яиц хозяина. Как раз желательно утром по более мягкой погоде, температуре, выпускается Трихограмма внутри, находящаяся еще внутри, или только что вылупляющаяся из яиц хозяина. Тем самым она распространяется на растениях, на кормовых своего вредителя, и начинает искать активно, перебегая, перелетая, перепрыгивая на другие растения, ориентируясь с помощью хеморецепции, находя яйца хозяина и заражая их. Даже если Трихограмма прокалывает яйцо хозяина, тем самым его уже повреждает, и никто не вылупляется, вредитель из этого яйца хозяина, естественно, вредитель. Поскольку Трихограмма в основном использует против различных видов чешуи, крылок, на различных видах сельскохозяйственных и лесных культур, таких как и кукуруза, и свекла, и соя, и овощные культуры, и плодовые культуры, в садовых хозяйствах, в овощных хозяйствах, в зерновых хозяйствах, даже в лесных хозяйствах, против различных видов лесных вредителей. Для этого вращенную Трихограмму выпускают как раз внутрь яиц обычной зерновой моли в момент вылупления, поэтому свежие вылупившиеся Трихограммы будут искать вредителя и заражать его, и тем самым нанося значительный ему ущерб, что и нужно для фермера, с тем, чтобы вредители не заражали его драгоценные сельскохозяйственные или лесные культуры. Вот такой коротенький рассказ сегодня и показ в таких в живых условиях, не живых Трихограмм, но лежащих как раз в капельке спирта, в распростертом состоянии, поскольку в живом состоянии подвигать их будет сложно, они будут вылетать из пробирки и все время не в качественном состоянии находиться, фокусироваться очень трудно. А здесь мы видим хорошо лежащие экземплярчики, немножко в таком муаре, поскольку здесь очень-очень высокое увеличение, порядка на 2, на 10, еще на 50, 100, около 200, 400 увеличение фактически. Вот такое сегодняшнее видео про Трихограмму, паразиты из чешуи и крылах и активного объекта исследований, как объекта биометода борьбы с сельдителями сельского хозяйства. Если вам было любопытно, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пишите комментарии. А мы еще покажем вам Трихограммы под микроскопом и в различных живом состоянии. Вот еще один красный экземпляр самочки Трихограммы. Так что пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры подогнал «Симон»